Никельбек, отстой! Кажется, пришло время поговорить про коммерцию в искусстве и почему на Западе многие не любят Никельбек. Бытует мнение, что настоящее искусство должно быть от души. Коммерцию презирают, ее считают недостойной внимания. Объекты искусства, созданные под эгидой коммерции, называют интеллектуальной жвачкой. Да, это крайняя позиция, но она существует. С другой стороны выступят те, кто скажет, каждому надо что-то кушать. Я уже рассказывал о голодных художниках, и в том видео мы пришли к выводу, что автор должен быть голодным, но только в самом начале своего пути. Достойный творец непременно найдет способы реализации своего творчества, и тогда ему уже не придется быть голодным. Но как быть с искусством, которое заведомо создано только для того, чтобы зарабатывать деньги? Может ли оно быть эстетически ценным и нести в себе что-то хорошее? Ну что ж, попытаемся сегодня это выяснить. Однако, сперва, давайте попробуем понять, что такое искусство. Словарь Ожегова сообщает, что искусство – это творческое отражение и воспроизведение действительности в художественных образах. А вот Большая советская энциклопедия говорит, что искусство – это одна из форм общественного сознания, составная часть духовной культуры человечества. Так или иначе, все толкования понятия искусства сводятся к тому, что это способ познания мира и отображения действительности, формирующий культурный фон человечества. В данном случае не имеет значения, хорошее искусство или плохое, ведь нечто по-настоящему плохое также способно влиять на умы и отображать действительность. Но в таком случае получается, что детский стишок «Муха села на варенье, вот и все стихотворение» будет точно таким же искусством, как и все произведения классики русской литературы. А это, как вы понимаете, не так. Как же определить, что можно называть хорошим искусством, а что нет? Это вопрос скорее философский, вопрос более личного характера. Ведь то, что в глазах одного предстанет настоящим чудом, другому покажется ерундой, не имеющей смысла, как очередное бульварное чтиво о разборках ментов. Чтобы лучше разбираться в литературе, вы можете посетить переулок книжных контрастов. Это пристанище любителей книг, но вместо стандартных обзоров тут вы найдете столкновение разных взглядов и мнений. Два ведущих расскажут о фэнтези и ужасах, мистики и фантастики. Они нередко спорят, оставляя зрителя решать, на чьей он стороне. А один из них еще и лидер рок-группы Мария Режина. Любители старого рока заценят. Переходите по ссылке в описании, смотрите ролики и подписывайтесь на переулок контрастов. Брайан Ино, о котором я говорил в выпуске про Ambient, однажды сказал следующее «Если 20 разных художников спросить, что такое искусство, мы получим 15 разных ответов. Искусство – это все, что нет необходимости делать». Окей, пока примем такой подход. Искусство – это творческая интерпретация действительности художественных образов, вызывающие эмоции. Это понятно, но в таком случае какая разница между коммерческим и некоммерческим искусством. Почему одно презирают, а второе называют настоящим? Если я в творческом порыве нарисовал картину, никому ее не продал, не заработал на ней ни копейки, а смотрящий на нее переживает самые настоящие эмоции. Это уже получается настоящее некоммерческое искусство? Искусство от души? А если я нарисую точно такую же картину, но под заказ? Или получу за нее деньги? В таком случае это уже будет коммерческое искусство? Ненастоящее? Не от души? Думаю, что нет. В моем понимании коммерция сама по себе ничего не портит. Равно как и нет ничего ужасного в создании произведения искусства под заказ. Зайдите в любой крупный художественный музей, и там вы обнаружите массу портретов графов, герцогинь, помещиков или купцов. Очевидно, что данные полотна делались под заказ и создавались с целью получить прибыль, но они висят в музее и тем самым общество как бы признает в них произведения искусства. Другое дело, что в то время просто не существовала фотография. Создание правдоподобного образа человека всегда воспринималось как искусство. В наши дни нельзя уже просто взять и рисовать портреты знаменитостей и при этом называть себя художником. «Да, Никас, мы о тебе говорим». Почему же тогда коммерческое искусство порицается и говорят, что в нем нет души? Думается мне, что причина тому – отсутствие эмоционального восприятия. Зрителю часто такие произведения видятся просто очередной пластиковой поделкой с конвейера. Вот, скажем, миньоны. Именно миньоны, а не гадкий я. В целом, неплохой мультфильм. Я уверен, что его любят дети, но именно его часто обвиняют в одной единственной цели – продать вам мерч. То есть, вся история, персонажи и их дизайн сделаны так, чтобы ваше дитя захотело новую игрушку. Основной посыл – не вызвать эмоции и заставить зрителя переживать историю вместе с персонажами, а просто занять девяносто одну минуту вашего времени и продать пару желтых человечков. Эдакая творческая жвачка. Подобные произведения всегда являются монстром Франкенштейна, сотканным из маркетологических приемов и решений фокус-групп, которые никогда не примут нетривиальных решений. Ну, а вдруг публике не зайдет? Именно эта черта и вызывает ощущение пластиковой поделки с конвейера. Оно и понятно – нет чувства оригинальности авторского стиля. Гораздо более оригинальные проекты нередко проваливались в прокате, просто не найдя свою аудиторию, а потом иногда становились культурным феноменом. Привет фанатам Светлячка! Ведь именно нестандартность и авторский стиль делали подобные произведения уникальными, но в то же время малопонятными массовой аудитории. А это всегда провал в прокате. Скорее зритель пойдет на новую часть Трансформеров, чем на отель Grand Budapest. Коммерческое искусство, оно вообще стремится быть массовым. Зачем продавать нечто аудитории в 10 тысяч, когда можно продать аудитории в 10 миллионов? Отсюда вытекает еще один интересный момент. Так называемый андеграунд, ну, искусство не для масс, часто привносит авторское видение и свой уникальный стиль. Да, порою через чу. Да, порою получается бред. Но даже в таком бреде зритель увидит нечто совершенно уникальное и необычное, а именно это заставляет чувствовать, что перед вами искусство, а не очередное порождение маркетологов. Кстати, а при чем тут Никкельбек? О, вы точно знаете этих ребят. Они были дико популярны в свое время. В странах СНГ их слушал, ну, мне кажется, каждый второй. И какое же для меня было откровение, когда я узнал, что в США и в Канаде, откуда группа родом, их буквально ненавидят. Ненавидят настолько, что многие называют их худшей рок-группой в истории, что правда не очень помешало им в одной только Америке продать 26 миллионов копий своих альбомов и 50 миллионов по всему миру. И это очень хорошо описывает, что такое коммерческое искусство, которое обвиняют во вторичности, но все равно покупают. Так почему американцы и канадцы не любят Никкельбек? Ну, их обвиняют в попсовости текстов, в которых никогда нет острых углов или спорных тем. Солист группы Чат Крюгер даже признавался, что относится к написанию песен как к своеобразной науке, тщательно анализируя, какие элементы позволяют написать хит. Вот почему так много групп одной песни, они просто не знают как писать. Они случайно натыкаются на удачу, я же изучаю все звучание, поэтику, ритмическую и музыкальную структуру. И ничего плохого в этом нет. Однако парадокс Никкельбек в том, что являясь авторами многих хитов, ну по-настоящему популярных хитов, они стали группой одной песни. Нет, популярных песен у них много, только вот сложно отрицать, что все они очень похожи друг на друга. Складывается впечатление, что однажды Никкельбек просто уловили правильное звучание, поняли рабочую схему и теперь стараются максимально от нее не отходить. Никкельбек – это не про творческие эксперименты. Хотя, по большей части, Никкельбек не любят просто потому, что их не принято любить. Это стало своеобразным американским мемом после того, как в 2003 году на канале Comedy Central комик Брайан Позан сказал в тизере одной из передач следующее. «Никто не говорит об исследованиях, которые показывают, что плохая музыка делает людей жестокими, но когда я слушаю Никкельбек, я хочу убить Никкельбек». Это выражение попало в тяжелую ротацию, но он скрутили повсюду и с тех пор это стало своеобразной традицией. Все не любят Никкельбек. Именно стремление создавать хиты, боязнь экспериментов и преследование старой, давно проверенной рабочей схемы создают у многих американцев ощущение, что Никкельбек это очередная пластиковая поделка маркетологов. «Я больше люблю Марвел». «Мы и есть Марвел?» «Да, конечно, но только под эгидой Фокса». «Это если бы Битлов продюсировали Никкельбек, тоже музыка, но хреновая». «В детстве ты был приятнее». Там еще замешан небольшой скандал солиста Никкельбек Чада Крюгера и солиста Слепкнот Кори Тейлора, ну а также то, как Никкельбек выглядят, о чем они поют и образ крутых мужланов, которые они пытаются при этом создать, но в целом для многих американцев Никкельбек это что-то вроде миньонов от мира музыки. «Привкус пластмассы» преследует многих деятелей искусства. Тут впору вспомнить Сарика Андреасяна, автора самых провальных фильмов по версии Кинопоиска, где рейтинги ставят зрители, который тем не менее, несмотря на чрезвычайно низкие рейтинги, умудряется всегда снять фильм, который соберет отличную кассу. О чем это говорит? Маркетинг решает. Сарик делает именно коммерческое кино, потому что такие фильмы хорошо собирают аудиторию. Они любят его именно за неискренность этих фильмов. Но деньги решают, и Сарик будет продолжать крутить нас всех на коммерческом конвейере. Впрочем, Сарик Андреасян неплохой продюсер и совершенно отвратительный режиссер. Это становится понятно, когда посмотришь видео, в котором он рассказывает, как происходит дистрибуция фильмов. Ссылку на него я оставлю в описании, ну а выводы делайте сами. Есть определенные последствия у, так скажем, убыточного кино. Каждая категория фильмов, она претендует на определенные сборы и, соответственно, ну как бы нет смысла вкладывать в это там больше. То есть, соответственно, там миллион раз просто подумайте об этом, когда вы пишете сценарий, или вы просто разрабатываете кино, в первую очередь подумайте о его судьбе потом. Мне было бы даже интересно посмотреть, что создаст этот человек, не ведясь на массовую аудиторию. Возможно, у нас будет такая возможность, ведь в двадцатом году анонсировали создание фильма «Мы» по книге Евгения Замятина. Продюсером в данной картине выступит Сарик Андреасян. Ну а пока что можно глянуть мое видео по данному произведению. Я не исключаю, что новый шедевр нашего маэстро будет полной лажей. Кинопоиск и подобные ему ресурсы, где рейтинги ставят зрители. Довольно неплохой маркер того, как аудитория понимает, когда ей пытаются подсунуть рекламную площадку или просто очередную поделку маркетологов. И еще одна группа, поймавшая свою минуту хейта «Ленинград», когда они выпустили клип под названием «Цой». Который не имел никакого отношения к Виктору Цою и в целом был неплохо сделан, но полностью являлся рекламой одного банка. «Просто в девяностом поломали носом, не в простом, а просто просто в девяностом». Фанаты не на шутку разозлились, ведь клипы Ленинграда – это всегда медийное событие. И получить рекламу банка под соусом песни в честь Виктора Цоя, ну, как-то не очень приятно. Сергей Шнуров, правда, сам потом иронизировал на эту тему. «Как же хочется порой, вечером придя домой, снять себя рубаху и позвать сам». Однако стоит заметить, что коммерческое конвейерное искусство далеко не всегда является злом, с которым надо бороться. Вот, к примеру, Pixar. Они являются авторами многих замечательных работ, поистине воодушевляющих историй, которые вызывают эмоции и сопереживания героям. Но даже им приходится размениваться на всякие тачки. Потому что зарабатывание денег никто не отменял. Но если для создания Валли или Тайны Коко требуется снять несколько тачек, я в целом не против. Искусство, как известно, требует жертв. И в данном случае жертва в создании массового бездушного проекта, который соберет деньги и позволит направить бюджет на более оригинальные картины, которые могут и не окупиться в прокате. Ну, какое к черту коммерческое искусство? Многие деятели искусства создавали свои произведения под заказ. И это никак не отменяет того факта, что это настоящее искусство. Вспомните того же Моцарта, о котором я рассказывал в одном из своих видео. Одаренный гений всю жизнь писал музыку под заказ, иногда откладывая работу над по-настоящему интересными ему произведениями, чтобы завершить то, за что уже заплатили. Кстати, можно подписаться на этот канал и поставить данному видео лайк прямо сейчас. Здесь я говорю об искусстве с позиции обывателя и изучаю, как это явление влияет на массовую культуру. Нет никакого коммерческого и некоммерческого искусства. Есть плохое искусство, которое заискивает, сглаживает углы, ищет одобрение аудитории. И хорошее, настоящее искусство, которое говорит как есть, делает то, что считает нужным и не пытается вам понравиться, потому что это и есть настоящее искусство. Но даже годным авторам иногда приходится продавать себя и создавать плохое искусство, просто чтобы раздобыть ресурсы на создание хорошего. Плохой автор – это не тот, кто создает плохое искусство, а тот, кто никогда не делает хорошего искусства. Я создавал опрос в паблике Art Blanche, где мы публикуем статьи об искусстве, и ваши комментарии очень помогли мне разобраться в данной теме. Данил Лоскутов говорит о том, что творчество ради заработка является ремеслом, просто на такое ремесло способны только творческие люди, и обычному зрителю это кажется искусством. Пример с Ариком Андреасяном мне подсказал Глеб Гридневский. Лена Павлова говорит, что коммерческое искусство может быть хорошим, если помимо коммерции несет себе художественную ценность, технику, посыл, исполнение. Лена Алекс задается вопросом, что лучше – искреннее, но неумелое искусство Матора или качественная и сугубо коммерческая работа профессионала. Она же приводит неплохой пример с художниками эпохи Возрождения, которые нередко делали картины на заказ. А вот Александр Мироненко приводит в пример Короля Льва Диснея, который является коммерчески успешной адаптацией аниме Кимбо. Однако вторичность не лишает его художественной ценности и влияния на культуру. Было, правда, много интересных комментариев и ссылку на это обсуждение я оставлю в описании. И обязательно подпишись на паблик ArtBlanche ВКонтакте. Там мы публикуем статьи об искусстве каждый день и обсуждаем темы для новых видео. Друзья, я должен вам кое в чем признаться. Все эти годы и большую часть своей юности я любил чертов Никкельбек. Да, мне они очень нравились. И еще с друзьями в университете мы подмечали, что уж больно подозрительно каждый новый альбом похож на предыдущий. Но нас это не останавливало. А знаете что? Я не должен стыдиться того, что мне нравится. Если мне нравится какая-то группа, я их буду слушать, как бы кто их ненавидел. У меня до сих пор жив старый mp3-плеер, который я слушал 8 лет назад, еще в университете. Вот что я сделаю. Я заархивирую имеющуюся здесь музыку и выгружу ее в отдельный ресурс. Каждый из вас может скачать этот архив и посмеяться с того, что я слушал. Пишите в комментариях, какие плохие фильмы, плохую музыку или, может, плохие книги вы искренне любите. И почему вы считаете, что все нелюбящие это неправы. Напишите свой постыдный список того, что вы любите. И скажите, как вы относитесь к коммерческому искусству? Еще я думаю должен извиниться перед вами за то, что очень долгое время не было новых видео. Я переезжал, потом делал новую студию, в которой сейчас все я снимаю. Большое спасибо тем, кто поддерживал канал донатами и на патреоне, даже в период, когда не было видео. Это правда очень помогает развитию канала. Подписывайтесь на данный канал, ставьте этому видео лайк. Можете также посмотреть некоторые из моих старых роликов, ссылку на которые вы тоже можете найти в описании. А еще ролик про хрущевки, который я давно вам обещал, он выйдет, но у меня с ним небольшие заминки. Ничего, он будет, я верю. Спасибо за ваше внимание. У меня на этом все. Адьос! Субтитры сделал DimaTorzok